Дорогие друзья, я надеюсь, меня видно и слышно. И сегодня мы продолжаем нашу вебинарную неделю в Директ-Академии. Прежде чем передать слово нашему сегодняшнему ведущему Юлию Шувалову из Тепика, я, как всегда, хочу сделать несколько объявлений и анонсов на наши будущие вебинары. В самом начале нашего чата располагаются четыре полезные ссылки. Первая ссылка ведет на наш основной сайт, на страницу расписания. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары как текущей недели, так и на все вебинары до конца нашего учебного года. А их достаточное количество расписания уже достаточно подробно составлено на весь учебный год. Хотя в нем еще будут обязательно какие-то дополнения. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на Ютьюбе, на котором будет расположена в том числе и запись этого вебинара, который уже ведется. А вообще на нашем канале уже почти 400 записей вебинаров, так что это огромное количество, такая база знаний, видео база знаний. Подписывайтесь на наш канал и будете всегда в курсе того, что делается в Директ-Академии. Третья ссылка ведет на нашу страницу онлайн-курсов. Она для тех, кто хочет поучиться дистанционно. И у нас есть предложение по 8 пока курсам. Готовятся еще для вас предложения. И, наконец, последняя ссылка, четвертая, ведет на страницу выдачи сертификатов. Сразу после окончания нашего курса вы сможете приобрести сертификат об участии в данном онлайн-мероприятии. Я также хотел бы проанонсировать, с одной стороны, следующий вебинар компании Степик. Степик у нас в этом году проводит три вебинара. Вот текущий вебинар – это второй из короткого трека вебинаров. Третий, последний вебинар в этом году проведет Наталья Феофанова, как и первый наш вебинар. И будет он называться «Как создать онлайн-курс на Степик» – мастер-класс. То есть это будет такой вебинар-мастер-класс, где можно будет уже попробовать что-то сделать. Ну и я хотел бы проанонсировать те три вебинара, которые состоятся у нас еще на этой неделе. Одну минутку. Сейчас я ссылки на них помещу в чат. Вот эти три вебинара. Завтра, в среду, 12 декабря, Константин Николаевич Костюк, наш генеральный директор, генеральный директор компании «Директ Медиа», проведет вебинар под названием «Новые медиаландшафты. Восхождение рынка авторов». В четверг, 13 декабря, будет проходить мой вебинар. Второй вебинар из мини-трека про учебное… четырехчастного мини-трека об учебном видео. Будет он называться «Готовим материалы для самостоятельной записи учебного видеоролика». Лично приглашаю вас на этот вебинар. Ну и, наконец, в пятницу, 14 декабря, состоится вебинар нашей постоянной ведущей Татьяны Телегиной. И ее… да, название ее вебинара «Международные стили оформления библиографических ссылок, виды, сервисы, ресурсы и генераторы». Милости прошу на вебинар Татьяны. Ну что ж, на этом моя вводная часть закончена. И я приглашаю Юлию Витальевну Шувалову для того, чтобы провести на связь, для того, чтобы провести сегодняшний вебинар. Прошу, Юля. Да, всем добрый день. Слышно ли меня? Прежде всего, необходимо убедиться, все ли хорошо со связью. Будьте добры, напишите, пожалуйста, в чате, плюсики, если все хорошо со звуком. Отлично. Тогда, значит, можно начинать. Я рада приветствовать сегодня в этот прекрасный зимний день всех, кому интересно создание онлайн-курсов, и в том числе на степик. Постараюсь вас сегодня познакомить с теми возможностями, которые у нас есть, и надеюсь вдохновить вас на создание вашего курса на степик, если у вас его еще нет. Павел Юрьевич уже анонсировал, что в этом году у нас три вебинара, и на прошлой неделе, 4 декабря, первый вебинар уже состоялся. Он был более обзорный от моей коллеги Натальи Феофановой. Сегодня же мы больше поговорим про типы курсов на степик, какие они могут быть и для чего каждый из них, как их можно использовать. Чтобы мне больше понимать, какая аудитория сегодня собралась, напишите, пожалуйста, в чате, были ли вы на прошлом вебинаре моей коллеги Натальи, и вообще знаете ли вы про степик, может быть, проходили курсы, создавали курсы. Поделитесь, пожалуйста, чтобы мне понимать глубину. Так, вижу, пошли ответы. Отлично. Ну, в целом, я так понимаю, аудитория пока… То есть где-то 50 на 50, получается, есть и те, кто был на вебинаре, и те, кто не был и не знаком. Поэтому для того, чтобы всем было хорошо, я немножечко все же сделаю вводное предисловие, прежде чем к своей части перейти. Да, то есть немножечко повторю то, что уже говорила Наталья, да, но постараюсь это сделать более кратко, чтобы те, кто был на прошлом вебинаре, да, не сильно расстроились. Итак, что же такое степик? Степик вы можете найти в интернете по адресу stepik.org. Это образовательная платформа, которая, соответственно, соединяет авторов и учащихся. То есть любой из желающих может разместить у нас свои онлайн-курсы. Для этого совершенно не нужно, да, как-то проходить какое-то специальное одобрение. То есть вы просто регистрируетесь на stepik.org, и у вас появляется возможность не только проходить курсы, но и создавать свой курс. То есть любой желающий может начать делиться своими знаниями. А для учащихся есть возможность проходить все эти онлайн-курсы, да, и то есть у нас большое количество учащихся на сегодняшний день. То есть в целом у нас уже более, значительно больше одного миллиона зарегистрированных студентов, но для нас наиболее важен другой показатель, за которым мы следим, это количество решений. Что это значит? То есть это количество решенных задач в курсах на stepik. Это говорит о том, что наша аудитория действительно активно, то есть не просто регистрируется, да, она действительно активно использует курсы, учится, решает задачи, которые есть в курсах. Да, поэтому это для нас более важный показатель. В среднем сейчас у нас порядка одного миллиона решений в неделю. Это та сумма по разным курсам, которые размещены на stepik. На stepik сейчас много курсов. Из них больше 300 имеют, уже прошли или проходят, это более тысячи человек. И также у нас есть уже три курса, у которых аудитория больше 100 тысяч человек. И в среднем завершают курсы на stepik где-то 10%. То есть это, в принципе, достаточно такая неплохая конверсия для тех, кто знаком. Да, также хотела, вот вижу, уже пошли вопросы. Вот как только по мере моего рассказа у вас будут возникать вопросы, обязательно пишите. Я вижу, что сейчас больше вопрос связан именно с презентацией. Возникли какие-то сложности при скачивании. То есть не переживайте, в любом случае вы сможете потом мне просто написать в Facebook, я вам просто лично отправлю эту презентацию, если у кого-то не получилось, не волнуйтесь, обязательно ее передам. Итак, идем дальше. Что же такое stepik? То есть курсы у нас размещают как учебные заведения, самые разные российские, так и компании, частные авторы, и также много уже и зарубежных авторов, и учебных заведений также имеют курсы на stepik. Так, наша аудитория растет каждый день, в общем-то. Размещают курсы на stepik, для кого же вообще наша платформа, то есть это есть и индивидуальные авторы. Цели обычно, то есть это может быть преподаватель или репетитор, которому хочется, то есть уже, скажем, надоело повторять своим студентам одно и то же, соответственно, автор принимает решение разместить все это в виде курса и уже всех своих студентов направлять на него. Либо же желание привлечь аудиторию к своей деятельности, то есть желание просто поделиться знаниями, то есть причины бывают самые разные, почему люди решают создавать курсы. Затем, конечно же, размещать курсы на stepik могут учебные заведения. У них тоже бывают самые разные цели, да, это и привлечение аудитории для своих образовательных программ, также, в общем-то, пиар, да, это может быть и проведение каких-то экзаменов, олимпиад и так далее. То есть есть у нас как негосударственные учебные заведения, да, например, компьютер-сайм-центр, да, много различных онлайн-школ, которые размещают свои курсы, также и государственные вузы, которые размещают у нас курсы на самые разные темы. Далее, конечно же, размещать на stepik могут курсы компании. У них тоже из целей, то есть это могут быть как коммерческие, так и некоммерческие. Опять же, это привлечение аудитории как к самой компании, к бренду, потенциальный поиск потенциальных сотрудников, обучение своих клиентов, партнеров, да, и разные задачи, да, для которых они используют курсы. Вот несколько примеров, да, то есть это Mail.ru, Альфа-банк и Google, да, также имеют у нас курсы JetBrains, то есть для самых разных курсов. В целом на stepik сейчас есть три типа курса. Это открытые курсы, закрытые или приватные и платные курсы. С недавнего времени теперь на stepik тоже появились. Чуть позже я расскажу более подробно разницу между этими типами, а сейчас в целом хочу напомнить, что доступно, да, для авторов на stepik, вне зависимости от того, да, какой курс вы размещаете. Да, то есть в любом случае у вас есть возможность воспользоваться нашей студией, да, для записи курсов, как на бесплатной, так и на платной основе. У вас есть возможность, да, использовать наш редактор, да, для создания курсов и тестов на stepik и размещении. И у нас для всех есть бесплатная техническая поддержка, да, которая оперативно отвечает на все вопросы от наших авторов. Далее чуть подробнее про… Да, вот еще раз обозначу, то все вопросы, пожалуйста, пишите, да, и в конце нашей презентации я к ним вернусь, да, и на них отвечу. То есть как только возник вопрос, обязательно фиксируйте его в чате, и потом буду на них отвечать. Касательно редактора, да, у нас достаточно удобный редактор курса. Чем он хорош? По сути, он помогает автору разбить курс на простые части, да, то есть сам курс, в курс вы добавляете учебные модули, в модули вы добавляете уроки, а в уроке добавляете шаги. И таким образом один шаг – это, скажем, один тип контента. Например, один шаг – это одно видео или же задача, или же какой-то текст, да, то есть такой формат удобен и автору при создании курса, да, и в том числе студентам, потому что удобно проходить такой курс, разделенный на маленькие степы, шаги. И в том числе я хочу обратить внимание, что степик – это, по сути, два в одном, да, то есть это и конструктор курса, и платформа для размещения, потому что не у всех, да, иногда нужно отдельно, да, там, скачивать, устанавливать или приобретать платформу и отдельно иметь конструктор, да, для того, чтобы создавать какой-то контент. На степике у вас все в одном месте, то есть после регистрации тут же вы создаете, да, в удобном интерфейсе сам курс, да, и после того, как вы его сохраняете, он автоматически становится доступен на платформе, да, то есть вам не нужно его как-то дополнительно конвертировать, сохранять этот контент, да, как бы он сразу публикуется на степик. Далее, какой бы курс на степик вы не создавали, вы сможете добавлять к нему различные задания. У нас 20 типов заданий самых разных, да, то есть под самые разные задачи, с автоматической, с ручной проверкой, есть peer-review, да, когда возможность давать рецензии, как студенты могут друг друга оценивать, также и преподаватель может оценивать задания учащихся. То есть, в общем-то, под любую задачу, да, можно будет найти, выбрать тип тестов, тестовых вопросов для проверки знаний. Также у нас есть задания на программирование, да, то есть тоже это наше отличие, потому что изначально степик именно силен своими курсами по IT-тематике, поэтому у нас есть специализированные задачи для создания, вот проверки знаний по программированию. Также любому автору при создании курса вы можете получать обратную связь от ваших учащихся, то есть на каждом шаге у учащихся есть возможность писать свои вопросы, да, автор курса, соответственно, получает уведомления, видит, может на них отвечать. Также у нас достаточно, по мере развития курса, как правило, количество студентов в нем пребывает, и у студента начинают уже помогать друг другу, да, то есть отвечая на вопросы друг на друга, или же, допустим, могут находить ответы на свои вопросы, да, из тех комментариев, которые уже были ранее опубликованы. Также есть возможность проводить экзаменные тестирования, то есть ограничивать по времени количество попыток, да, устанавливать дедлайны, когда это необходимо, то есть иногда это бывает нужно, и у нас есть интеграция с сервисом прокторинга, да, то есть, как правило, это более актуально для вузов, возможно, среди участников сегодня тоже есть представители, да, то есть мы интегрированы, степик имеет интеграцию с сервисом проктор еду, то есть, и, соответственно, через него можно проводить, включать прокторинг для своих экзаменов. Также есть возможность отправлять рассылки, да, по учащимся ваших курсов на степик, то есть их можно привязывать в зависимости от успеваемости, либо же какую-то информацию отправлять всем, да, вне зависимости от их результатов текущих. Также, безусловно, у нас есть большое количество отчетов, которые доступны автору курса, да, в настройках, то есть можно анализировать разные данные, результаты, то есть смотреть, какие вопросы вызвали наибольшие сложности, да, учащихся, да, потому это особенно важно, особенно когда курс запускается в первый раз, да, то есть автору, в общем-то, нужно видеть, да, что происходит, как правило, после первого запуска, как раз на основе отчетов, да, автор делает какие-то доработки, да, и затем делает перезапуск курса, и есть возможность выдавать сертификаты для своего курса. Далее, то есть если, да, вдруг какая-то информация вам казалась непонятной или сложной, да, или нужно больше деталей, обязательно пишите в комментариях, да, я по завершении обязательно там поясню эти моменты более подробно, если это необходимо. Не стесняйтесь, да, задавайте вопросы. Далее, и теперь вернемся к типам курсов, которые есть на степик. Как я уже говорила, это может быть открытые курсы, закрытые, приватные, да, или же платные курсы. Теперь разберем подробнее. Да, Олег Станиславович, вижу ваш вопрос, конечно, задавайте вообще любые вопросы, которые вас интересуют, да, я буду на них отвечать не только по типам курсов. Теперь разберем, да, более подробно, в чем разница между данными типами курсов на степик и в какой ситуации, да, какой тип стоит выбирать. Касательно открытых курсов, это вот как раз то, что моя коллега Наталья уже говорила на прошлом вебинаре, то есть любой желающий автор может создать свой курс и разместить его в открытом доступе. Такие курсы попадают в наш каталог, да, на степик. Сейчас вот на скриншоте, соответственно, вот видно каталог, и затем, соответственно, любые студенты, да, могут записаться на такие открытые курсы, да, то есть здесь нет никаких ограничений, то есть на то они и открытые. То есть по мере того, как курс набирает популярность, да, он, соответственно, поднимается в нашем каталоге, да, и, соответственно, потом вверху как раз вы видите самые популярные курсы, у которых самое большое количество учащихся на текущий момент. То есть, например, у программирования на Python сейчас больше, ну, уже больше 160 тысяч учащихся. То есть, таким образом, по сути, курсы, да, проходят верификацию учащимися, да, и, то есть, именно по тому, какие отзывы они оставляют, да, как, насколько курс популярен, да, курс поднимается в нашем рейтинге в каталоге. Это касательно открытых курсов. Но не всегда бывает нужно открыть курс, да, то есть иногда есть необходимость ограничить доступ к курсу. Например, когда вы хотите, чтобы к курсу имели доступ только ваши студенты, да, то есть такой запрос часто бывает у преподавателей, или же, например, вы пока не готовы делать курс открытым, то есть хотите сначала обкатать его, что называется, на какой-то небольшой группе, да, и потом, когда будете в нем уверены, уже, например, открывать к нему доступ. Или же вы планируете предоставлять, то есть, или это, например, корпоративное обучение, да, в плане компаний, либо же это платный доступ, да, то есть для такой ситуации можно воспользоваться приватными курсами. Что их отличает от открытых курсов? Да, то есть в настройках курса есть в разделе «Доступ к курсу», вот здесь вот, да, есть возможность проставить «Доступен по приглашениям», да, «Приватный курс». После того, как вы это делаете, ваш курс не будет доступен в каталоге, и, то есть туда не смогут записаться, да, любой желающий, как, например, с открытыми курсами, то есть для того, чтобы пользователь туда попал, у него должна быть специальная ссылка приглашения, которую раздает автор. Таким образом, вы ограничиваете доступ к своему курсу, да, для того, чтобы, ну, если это необходимо. В личном кабинете автора, да, такие приватные курсы помечаются, как, помечаются значком замочка, да, и указано, что это приватный курс, да, то есть таким образом, потому что у одного автора или компании может быть в личном кабинете как открытые, да, так и приватные курсы. И для того, чтобы дать доступ к курсу, необходимо в его настройках создать ссылку приглашения на ваш приватный курс, либо же добавить ваших пользователей по e-mail или ID пользователя на степик. Если, например, вы решили отправить ссылку приглашения через рассылку, да, то есть если данный пользователь ранее не был зарегистрирован на степик, ему при переходе по данной ссылке будет предложено пройти быструю регистрацию, и затем он попадает в приватный курс, либо же, если он был уже зарегистрирован на степик, то он сразу получает доступ к этому приватному курсу. В каких случаях, да, то есть приведу вот несколько примеров, как это используется. То есть одни из наших клиентов, у них есть курс по созданию сайта за 5 дней, то есть они привлекают аудиторию к данному курсу на своем сайте, и после того, как пользователи регистрируются на сайте, они отправляют ссылку на их приватный курс на степик. Вот сам курс, да, который затем получают участники, да, которые зарегистрировались на их сайте. Далее еще один пример – фонд развития онлайн-образования. На их сайте, то есть они создают онлайн-курсы по различным тематикам, да, и предоставляют к ним доступ на платной основе. Соответственно, оставить заявку, приобрести курс можно на их сайте. Вот, да, мы видим, например, курс современной практики бирюзового управления. И после того, как они, то есть пользователь зарегистрировался на их сайте, они с ним связались, да, ответили на его вопросы, они отправляют ему ссылку на данный приватный курс на степик. Да, вот мы видим их курс, да, современной практики бирюзового управления, да, вот он как раз помечен значком замочка, да, это говорит о том, что курс приватный. И еще один пример, тоже один из наших клиентов – школа веб-аналитики Андрея Осипова. У него есть два курса на степик, один он предоставляет бесплатно и один на платной основе. Точно так же, получив контакты студента, да, на своем сайте, он отправляет ссылку на свой открытый курс на степик и после оплаты на свой приватный курс на степик, да, то есть вот на следующем слайде как раз это его курсы на степик. То есть вот один из них приватный и один из них открытый. То есть как раз приватные курсы удобно использовать, когда у вас уже есть свой сайт или вы действительно выбрали для себя продвижение, да, привлекать аудиторию на свой сайт, планируете его создать, тогда действительно приватные курсы будут для вас в этом случае удобны. И степик в данном случае выступает той платформой, да, местом, где вы размещаете сам курс, да, аудиторию привлекаете на свой сайт. Что нужно, да, для того, чтобы иметь возможность, да, сделать один из ваших курсов или несколько приватными. То есть в отличие от открытых курсов, которые любой желающий на степик может создавать абсолютно бесплатно. Если вы хотите курс сделать приватным, у вас должна быть подписка. На нашем сайте вы можете, соответственно, выбрать подходящий для себя тариф. Для каждого тарифа есть бесплатный триальный период в течение 30 дней. То есть вы сможете зарегистрироваться, да, то есть посмотрите, как это работает, и затем уже там перейти к подписке, когда вы будете к этому готовы. Здесь на сайте у нас представлено несколько базовых тарифов, но при этом сам тариф мы можем сделать на любое количество курсов. То есть у нас есть авторы, у которых там 2-3, да, курса, либо же, например, автор начинает с одного, потом добавляет еще один, да, то есть здесь вам не обязательно выбирать только либо на один, да, либо на 10. То есть промежуточные могут быть, просто вы об этом нам пишите, и мы делаем для вас специальный тариф. И также хочу обратить внимание, что для преподавателей и для учебных заведений государственных действует скидка 50% от текущих цен. То есть точно так же на сайте вы можете заполнить специальную форму, да, и получить уже ссылку, да, на оплату тарифа с данной скидкой. Вот таким образом работают приватные курсы. То есть при регистрации тарифа на сайте оплачивать вы сможете банковской картой, да, автоматически раз в месяц. При необходимости также оплачивать подписку можно по счету. Такие запросы у нас тоже бывают. Обычно счет мы выставляем на срок от 3 месяцев и более. Это при необходимости, но, конечно, удобнее, да, платить на сайте, во-первых, раз в месяц, да, во-вторых, это просто автоматический платеж, да, про который не нужно помнить. Далее, это, то есть до недавнего времени у нас на степик были только приватные курсы, да, которые в том числе использовались для… в случае, когда курс платный и доступ к нему продается. И с недавнего времени на степик можно размещать платные курсы. То есть после перевода в платный режим такой курс на степик можно оплатить непосредственно прямо на платформе, да, и после оплаты получить к нему доступ. Как вы видите, то есть отличается он от открытых и приватных курсов тем, что в курсе есть кнопка «Купить» и указана стоимость доступа к данному курсу. Например, это курс нашего автора, преподавателя по английскому языку Антонины Андреевой. У нее сейчас четыре платных курса, то есть изначально они у нее были открытыми, и постепенно она переводит их в платный режим, в среднем добавляет по одному платному курсу в месяц. Аудитория, она привлекает самостоятельно для своих курсов. У нее достаточно много подписчиков в Инстаграм, периодически она делает обзоры своих платных курсов, да, дает ссылки, да, и таким образом пользователи покупают, да, доступ к ее контенту на степик. Еще один пример. Это курс «Практикум» по программированию на языке C. Как вы видите, да, то есть все то же самое, есть возможность оплатить его прямо на степик. Этот курс также продвигают, привлекают к нему аудиторию сами авторы. Авторы данного курса являются авторами нескольких популярных открытых курсов, да, и вот теперь они пробуют новый формат платного курса, да. В планах есть добавление еще новых, простите, пожалуйста. Также помимо привлечения аудитории к данному курсу авторами, мы делаем, привлекаем аудиторию, да, со стороны степик в том числе, да, как я уже говорила, степик силен своими IT-курсами, да, то есть у нас много учащихся заинтересованных в курсах по IT-тематике, да, то есть мы в данном случае продвигаем данный курс тоже с помощью своих рассылок, да, по базе степик, и таким образом привлекаем аудиторию, да, помогаем авторам. То есть привлекать аудиторию может как сам автор, и в том числе для ряда тем, возможно, помощь, да, с нашей стороны, со стороны степик. И еще один пример тоже платного курса, вернее, это целая программа, которая состоит из нескольких курсов, да, поэтому у нее достаточно высокая цена от того же фонда развития онлайн-образования. Здесь хочу обратить внимание на важный момент по стоимости. Тоже частый вопрос, который мне задают авторы, которые планируют платный курс создать на степик, какую стоимость устанавливать. Хочу обратить внимание, что чем выше стоимость, да, за ваш курс, тем, соответственно, больше работы, да, индивидуальной вам нужно будет провести с этим студентом, да, перед тем, как он оплатит доступ к курсу. То есть, например, если вы не готовы, да, оказывать личную поддержку всем, кто заинтересован в вашем курсе, да, то, соответственно, лучше ставить стоимость ниже, да, как вот в примерах, например, как в примере у Антонины Андреевой, да, или же у вот практикума по языку СИ. То есть данные курсы, да, с такой стоимостью, как правило, продаются в автоматическом режиме, да, то есть такой стоимостью учащимся проще решиться, да, они, как правило, не задают дополнительных вопросов. Если же у вас достаточно высокая стоимость курса, то есть это в среднем где-то от 3-5, да, то есть там 10 тысяч рублей и выше. Здесь с такими учащимися, как правило, вот, например, фонд развития онлайн-образования, то есть они достаточно много общаются с учащимся перед покупкой, да, и далее, когда, ответив на все его вопросы, да, уже дают ссылку на оплату через степик. То есть это чтобы вы имели в виду, потому что мы со своей стороны никак не ограничиваем авторам, вы можете ставить ту стоимость за свой курс, да, которую считаете нужным, да, да, это просто наблюдение, да, которое вы можете прислушаться, да, по зависимости стоимости, да, от количества общения с потенциальными учащимися. Далее, как же запустить, да, платный курс, что для этого нужно? На самом деле все просто, то есть вы, как обычно, да, как с открытым, как с приватным курсом создаете сам курс на степик. Как только вы готовы, вы пишете нам и сообщаете стоимость, да, которую планируете поставить для вашего курса, мы буквально, это занимает, там, 5-10 минут, мы переводим ваш курс в платный режим, да, и он доступен по ссылке для покупки. То есть вы далее можете уже начинать привлекать аудиторию, да, для своего курса, да, делать, например, там, рассылки, посты в соцсетях и так далее. И, соответственно, ежемесячно мы выплачиваем, делаем выплаты всем авторам платных курсов на степик. У нас степик берет 7% комиссии за обработку платежа и 93% мы от стоимости, да, вашего курса мы перечисляем авторам. То есть больше дополнительных платежей никаких нет, только 7%. 7% в случае, когда вы сами привлекаете аудиторию, да, если же есть помощь, да, со стороны степик, то есть мы участвуем в привлечении аудитории, то в этом случае комиссия степик составит 25% и 75% мы отдаем авторам. Вот таким образом это работает. Для того, чтобы начать, для того, чтобы мы могли делать выплаты авторам, со всеми авторами мы заключаем договор, да, это оферта. Также на сайте по платным курсам вы сможете ее посмотреть, в конце будут ссылки, да, на эти страницы на нашем сайте. Для акцепта-оферты вам нужно перечислить, ознакомившись, да, с договором, перечислить 10 рублей по тем реквизитам, которые указаны в оферте, да, после этого договор считается заключенным, да, и обмениваться электронными договорами не нужно. То есть достаточно удобно, да, то есть, ну, как правило, у нас авторы переводят, да, уже курс в платный режим, уже стартуют продажи, да, и тут же заключают оферту. Обычно происходит так. Кто-то делает заранее, да, кто-то в процессе. Здесь, в общем, не так критично. Далее. Как автор может видеть все платежи, да, по своему курсу? В разделе отчеты по вашему курсу есть в том числе отчет платежи, в котором видны все данные по тем платежам, да, которые были по вашему курсу, соответственно, легко видеть, как идут продажи вашего курса. Вот таким образом это работает. Далее. Тоже частый вопрос, который мне бывает нужно ответить. Все же, какой тип курса выбрать, да, в случае, если вы планируете делать, планируете монетизировать, да, ваш курс, то есть продавать его, в каком случае выбрать приватный тип курса, да, в каком случае платный. Приватный курс хорош тем, что у вас здесь фиксированная стоимость подписки, да, то есть никак не привязанная к количеству студентов на курсе. То есть ваш курс, ваш платный курс, на нем могут учиться там хоть тысячи, хоть миллионы учащихся, при этом стоимость подписки, степик у вас никак не меняется. И также надо понимать, что приватный курс, он удобен только в случае, если вы планируете создавать свой сайт, да, привлекать аудиторию для своего курса именно через свой сайт и готовы потратить время на то, чтобы подключить к своему сайту оплату, да, возможность приема оплаты. Если же вы не хотите пока создавать свой сайт, да, при этом хотите уже стартовать продажи, тогда имеет смысл выбрать платный тип курса, да, здесь у вас совершенно минимальные риски. За создание платного курса вы ничего не платите, то есть вы отдаете 7% степик только в случае, когда у вас есть продажи. То есть достаточно быстро можно стартовать, вам не нужно тратить время на создание своего сайта, да, на настройку там приема платежей, на степик это все уже есть. При этом вы всегда в любой момент можете, допустим, начать с платного курса и затем перейти в приватный, или же наоборот, да, то есть начать с приватного и потом перейти в платный режим. То есть у нас есть и такие, и такие авторы. Это вот к вопросу сравнения. И также хочу напомнить, что всегда вы можете использовать открытые курсы, да, для привлечения аудитории к своим приватным и платным курсам. То есть у нас многие авторы создают открытый курс, да, с какой-то обзорной информацией, и в конце этого курса можно дать информацию, ссылку на ваш платный курс на степик. То есть обязательно пользуйтесь этой возможностью, да, то есть открытые курсы, как я уже говорила, можно создавать абсолютно бесплатно и привлекать тем самым аудиторию. Также недавно буквально вот-вот-вот появилась возможность в самом платном курсе, да, сделать, скажем, пробные уроки, да, которые пользователь может пройти, посмотреть открыто, да, прежде чем решиться сделать покупку, да, курса. Вот пока это включено у нас для одного из зарубежных наших курсов, то есть после нажатия на кнопку «Пробный урок», да, пользователь может пройти тот урок, который в платном курсе был назначен как открытый, и после его завершения ему снова будет предложено оплатить уже полный доступ к курсу. То есть такая возможность делать демо-уроки в самом открытом курсе, да, теперь тоже появилась для авторов. Далее. Ну и здесь уже, да, у меня тут будет больше к вам вопрос, да, если не спрашиваю, да, уже планируете ли вы создание курсов или нет, потому что раз вы все же собрались, да, на сегодняшнем вебинаре, наверное, у вас какой-то интерес к этому есть, да, поэтому сразу вопрос, то есть какой курс, да, потенциально хотели бы создать, и вот я сейчас перейду к тем вопросам, которые вы успели написать, пока вы отвечаете. Так. Первый вопрос был, чем платная запись студии отличается от бесплатной? Бесплатная запись мы, наверное, моя коллега Наталья на прошлом вебинаре об этом тоже говорила, мы даем ее не всем, да, то есть именно тем курсам, в которых мы на степик больше всего заинтересованы, это технические курсы, да, курсы по стем-дисциплинам. Для таких курсов открытых мы стараемся, да, давать бесплатную студию. Если же у вас коммерческий курс, мы предоставляем вам студию, делаем скидку, студия у нас есть в Москве и в Санкт-Петербурге, и также у нас есть партнеры по студии, которых мы тоже можем рекомендовать, и для клиентов степик они делают тоже скидку 10%. То есть, если, допустим, у вас есть интерес по записи, напишите мне на e-mail, да, я вас более детально познакомлю с нашими, да, возможностями и соединю вас с нашими партнерами, чтобы вы могли выбрать. Еще один момент, вот у меня есть, да, предыдущие, для того, чтобы сделать для вас более удобным, да, то есть отправлять отдельные ссылки, я специально подготовила для вас одну ссылку на документ, в котором собрала все полезные ссылки по степик, да, и сейчас я вам ее отправлю, да, чтобы вам было удобнее. То есть по этой ссылке вот есть все полезные материалы про степик, да, которые вам, которые упоминались сегодня в презентации, то есть можете ее использовать. Идем дальше. Следующий вопрос. Так. Так, да, у нас есть отчет проверки на плагиат. Вот, да, более подробно, вот как раз в ссылке, да, с полезными ссылками есть информация про нашу базу знаний, и в разделе отчеты вы можете почитать про все отчеты, которые на степик доступны, в том числе про проверку на плагиат. Вот еще такой вопрос Аркадий Аркадьевич Чичилин спрашивает, требуется ли участие при освоении, участие автора при освоении открытого курса. Если я вас правильно понимаю, то есть должен ли автор, да, поддерживать тех студентов, которые учатся на открытом курсе. То есть если вот это имелось в виду, да, то есть бывает по-разному, да, здесь авторы уже, сами, да, решают, как им удобнее. Есть авторы, которые поддерживают свои курсы, да, и по-прежнему продолжают отвечать на те вопросы, которые поступают от студентов. Есть авторы, которые уже, скажем, ну, разместили курс, да, и далее уже студенты сами отвечают друг другу на вопросы, да, то есть здесь по-разному бывает, все зависит от, скажем, возможностей временных у самого автора, да, то есть мы со стороны степик, то есть никак не обязываем, да, авторов. То есть, ну, конечно, если у вас есть возможность поддерживать свой курс, да, то это всегда хорошо. Также еще вот тоже один момент, который я не озвучила, касательно платных курсов, да, тоже важно понимать, что если вы все же продаете доступ к своему контенту на платной основе, как правило, люди ждут, что вы будете отвечать на вопросы, да, то есть какую-то, да, пусть минимальную поддержку, да, надо быть готовым оказывать, да, потому что все же, если в открытом курсе, как правило, студенты достаточно нормально, да, относятся к тому, что автор, там, не отвечает ежедневно на их вопросы, да, или совсем не отвечает, и они общаются между собой, то в платном курсе, конечно, когда человек заплатил за какую-то услугу, да, он, как правило, хочет, ну, надеется, что автор курса будет давать какую-то ему обратную связь, да, там, с какой-то периодичностью, поэтому при запуске платного курса, да, то есть лучше все же, ну, давать какую-то поддержку, да, это более, скажем, привычно, да, для студентов. По поводу ссылки, да, для пользователя, уникальная ли ссылка? Ссылка, на самом деле, не уникальная, то есть она, вы берете, создаете ссылку, да, и сразу отправляете ее всей группе, то есть, например, у вас есть какая-то база аудитории, которую вы хотите пригласить на свой приватный курс, и создав ссылку в настройках, как я показывала, да, вы отправляете им ее в письме. Если же вы хотите, чтобы вот у каждого была индивидуальная, да, ссылка, то есть вам необходимо добавить каждого пользователя по e-mail, да, как я показывала, такая возможность тоже есть. Тут, да, просто, скажем, все зависит от количества, да, потому что если у вас, например, 500 учащихся, наверное, добавить каждого вручную, да, по e-mail будет достаточно проблематично. Удобнее использовать одну ссылку приглашения. Если же у вас, например, 10-20 учеников, да, то, конечно, можно делать индивидуальную ссылку, да, если это оправдано. Вот также вижу помощь Максима, моего коллеги, спасибо, да, по дополнительные пояснения по отчету на плагиат. Также еще вопрос, можно ли внутри курса ограничивать доступ к урокам шага? Да, это возможно, то есть вы можете настраивать, как будут, например, сделать, чтобы после следующей уроки, да, открывались, следующие учебные модули открывались после прохождения предыдущего. Вы можете указывать дедлайны, да, эти настройки также есть. И подробнее как раз они будут на следующем вебинаре моей коллеги Натальи, да, потому что там прямо вместе с ней вы попробуете создавать курс, да, то есть можно будет посмотреть на эти настройки вживую. И также в документе вот по ссылке, да, с полезными ссылками есть указания на курс для преподавателей по созданию курсов на степик. Там в том числе есть про эти настройки тоже. Идем дальше. Планируется ли повысить объем загружаемого видеофайла? Да. Да, здесь пока, наверное, затрудняюсь, Олег Станиславович, ответить полностью на этот вопрос, да, потому что уточню у коллег, да, какие планы в этом направлении. То есть вы можете писать мне в Фейсбуке, да, продублируйте, да, пожалуйста, этот вопрос, и я у коллег уточню и вам детально отвечу. Но здесь тоже хочу повториться, что, конечно, удобнее всего, да, когда вы все же делите видео на небольшие части. То есть действительно такой контент, да, удобнее проходить, да, пользователь может, в общем, в любое, да, свободное время пройти какую-то часть курса, а, соответственно, если у вас есть какие-то большие, например, части, да, то можно делать следующим образом. То есть вы делите их на небольшие кусочки, да, которые размещаете в виде шагов на стейпе в курсе, а, допустим, в конце также даете ссылку на полное видео, которое вы загрузили куда-то в облаке, да, то есть для тех, кто хочет полностью, да, видео посмотреть, да, и есть возможность по времени, они смогут этим воспользоваться. Но, конечно, все же, когда у вас очень большое видео, это, безусловно, во-первых, влияет на доходимость, да, у студентов до конца курса, ну, также вот на их вовлеченность, то есть все же, чем, да, короче, да, и статистика это подтверждает, тем, в общем, лучше и больше практики, да, вот по нашему опыту. Идем дальше. Да, вот Сергей Викторович спрашивает, комиссия покрывает только обработку платежа и не включает аренду курса. Как я уже говорила, в случае платных курсов вы платите только 7% в случае, когда у вас есть продажи. Соответственно, то есть больше никаких платежей у вас нет, то есть вам не нужно ничего платить за размещение курса, да, то есть вы его размещаете абсолютно бесплатно. И, то есть после запуска продаж, да, то есть в каждой продаже получается 7%. Эта комиссия уже включает, да, оплата курсов на степик. Мы интегрированы с Яндекс.Кассы, да, то есть у студентов есть возможность оплатить через Яндекс.Деньги или же с помощью банковской карты также воспользоваться, оплатить курс в рассрочку. То есть в данной комиссии 7% уже включает вообще все возможные комиссии, да, и от Яндекс.Кассы, и для степик, да, то есть это вот единственная цифра, которую вы платите. То есть больше никаких дополнительных платежей у вас нет. Вот таким образом. Далее. Да, вот обратная связь есть, что интерфейс ввода формулы не очень удобный. Олег Станиславович, тоже вот здесь попрошу вас расписать более подробно. То есть будет замечательно, если вы в Фейсбуке мне напишите, да, то есть что конкретно вам не нравится, да, то есть что хотелось бы улучшить. И я подключу своих коллег, да, то есть они всегда рады обратной связи, да, поэтому обязательно поделитесь более подробно вашей обратной связью. Так, также еще вижу вопрос, как подключить системе свой расчетный счет. В данном случае касательно платных курсов, да, то есть все платежи принимает степик, да, то есть в данном, как это происходит, вот ваш платный курс, учащийся, которому интересен этот курс, оплачивает прямо на степик, да, и затем ежемесячно мы, соответственно, вычитаем 7% из всех оплат, да, и все остальное, 93% перечисляем автором. Соответственно, у вас просто здесь нет необходимости, да, то есть что-то подключать, да, потому что вся оплата на стороне степик. Если же у вас вот есть желание, да, вот и там потребность именно подключить свой расчетный счет, да, то есть самостоятельно принимать оплату за свои курсы, в этом случае, да, вам больше подходит приватный курс, да, то есть вот как я в презентации приводила примеры, когда у вас есть свой сайт, да, да, где вы настроили прием платежей, например, на свой расчетный счет, да, а на степик вы создали непосредственно сам курс, да, и после оплаты на вашем сайте даете ссылку на ваш платный курс. Вот таким образом, касательно расчетного счета, а вот пошли как раз обратная связь по поводу, очень приятно видеть, что планируете создание курса, вот. Здесь вы можете оставить заявку на создание курсов, да, то есть может быть у вас как по мере возникновения вопросов, да, сразу писать их нам, да, то есть мы будем вам помогать как с открытым, так и с приватным или с платным курсом. Также вот еще вижу вопрос, на какую тему наиболее востребованы курсы, да, вот здесь, наверное, затрудняюсь ответить, потому что темы все очень индивидуальные, да, то есть это и IT-тематика, да, то есть на самом деле все зависит от той темы, да, которую владеет автор, то есть, как правило, автор является экспертом в какой-то области, да, и, соответственно, готов этими знаниями делиться. Поэтому именно сказать, что какие-то курсы наиболее популярны, да, сложно, да, потому что все же автор приходит, и, то есть у него, там часто у наших авторов уже есть какая-то аудитория, вот. А здесь уже все идет от автора, да, то есть если вы понимаете, что вы эксперт в этой теме, и, то есть есть люди, которым это интересно, соответственно, потенциально вы сможете привлечь к нему аудиторию. Вот, поэтому, ну и в любом случае вы всегда можете для того, чтобы проверить, насколько вообще востребована эта тема, да, то есть разместить, например, какую-то часть информации по своей теме в виде открытого курса, да, и посмотреть ее востребованность, да, а затем уже принимать решение о создании платного курса. То есть вот можно поступить таким образом. Сейчас я продублирую ссылку на свой Facebook для того, чтобы вы могли дописать мне, да, свои пожелания и вопросы. Вот. И, да, еще раз продублирую ссылку с полезными ресурсами по степик, где в одном месте, да, я специально для вас все собрала для удобства. И вижу еще вопросы. Какова типовая динамика обратной связи на платных курсах? Вы имеете в виду, то есть как много люди задают вопросов или что-то другое. Но здесь действительно тоже все зависит от автора, да, от того, как автор преподнес информацию. Соответственно, если она была достаточно подробной, да, в своем курсе, то, как правило, и вопросов не так много, да, бывает у учащихся. Также при создании курса у вас будет чек-лист, который, в том числе, один из вопросов, да, то есть иногда какие-то, все равно человеческий фактор не исключить, да, в курсе бывают какие-то там ошибки, да, и когда люди начинают его проходить, да, соответственно, у них возникают вопросы, что-то непонятно. Для того, чтобы этого избежать, в том числе у нас есть чек-лист, который видит автор курса, да, вот в редакторе создания самого курса, то есть там есть подсказки, что стоит проверить перед запуском курса, да, то есть в том числе прорешать задачи, да, то есть это позволит избежать каких-то вопросов, да, связанных, вот, в общем, с небольшими ошибками, которые тоже бывают, да, в курсах, и пользователи начинают об этом писать. Также, да, вот вопрос еще вижу. Какая разница между курсом под лицензией Creative Commons и без нее, да? Creative Commons – это как раз лицензия, под которой распространяются открытые курсы, да, в данном случае данная лицензия, да, то есть если вот прям очень грубо, да, предполагает, что, как бы, в общем, любой желающий, да, после того, как вы разместили какой-то контент в открытом доступе, да, то есть любой желающий может ссылаться на этот курс, да, использовать эти материалы, да, без каких-либо ограничений. Но когда мы говорим про приватные и платные курсы, на них Creative Commons не распространяется. Соответственно, все, то есть весь доступ к курсу, да, регулируется автором курса, да, все авторские права сохраняются за автором курса. Еще один вопрос. Какова типичная организация оплаты за платные курсы до начала обучения или после его окончания? Да, здесь могут быть разные варианты. Вот на текущий момент у нас большее количество авторов. Сначала они создавали курс, да, то есть когда курс был готов, они переводили его в платный режим и вместе с этим, да, запускали продажи. При этом у нас есть авторы, которые вот сейчас в процессе создания своего курса, да, возможно, вы знаете, например, курс по игрофикации, который достаточно популярный, да, несколько раз побеждал на конкурсе «Эд Кранч». Авторы данного курса планируют запустить его платную версию и они планируют стартовать продажи до его запуска. То есть это тоже можно. То есть вы размещаете сам курс, да, указываете, создаете контент, да, для своего курса, но указываете дату старта, да, то есть в будущем, да, но при этом курс уже будет доступен для покупки на степик и откроется он в ту дату, в которую вы указали. То есть, в общем-то, можно делать и так, и так. То есть, в принципе, когда вы стартуете продажи до, да, создания курса, это тоже возможность снизить ваши риски, да, проверить востребованность этой темы. То есть вы можете, например, сначала создать сам курс, заполнить описание курса на степик, да, программу, да, и какое-то время, да, пособирать отклики, да, пособирать продажи, если вы видите, что у вас набирается определенное количество продаж, да, то есть затем продолжить создание курса, да, и стартовать его в нужную дату. То есть можно и так, и так, да, то есть мы авторов никак не ограничиваем, да, то есть вы можете планировать самостоятельно. Да, вот Олег Станиславович пишет по поводу продолжительности, да. Да, здесь, безусловно, статистика зависит от типа курса, от тематики, да, конечно, разница есть, но в любом случае, конечно, по последним данным, то есть чем все стремится, да, к более короткой продолжительности, да, соответственно, чем более короткий ролик, да, тем, как правило, выше конверсия, да, по доходимости, да, по завершению, ну, как правило, так, все равно это влияет. Здесь, да, вы можете сами регулировать, да, но обычно мы, конечно, рекомендуем делить на небольшие части, да, то есть там на 15-10 минут, да, то есть, ну, при необходимости до получаса, вот, а на, допустим, какие-то более длительные видео, там, часы более, да, делать дополнительные ссылки, которые пользователь может посмотреть. Да, еще вижу вопрос, когда перечисляем деньги автору после оплаты каждого слушателя или как-то иначе. Как раз в оферте нашей вы можете об этом почитать, то есть, если у вас продажи до 10 тысяч рублей в месяц, да, то мы перечисляем вам один раз в месяц, да, то есть каждый, в начале каждого месяца мы присылаем вам акт со всеми деталями, да, то есть, какова комиссия степи, какова часть автора, да, и тут же делаем перечисление. Если же у вас популярный курс и продаж больше 10 тысяч, то мы можем, да, выводить более одного раза в месяц, да, по запросу. То есть и так, и так можно. Вот уже, да, пошли споры на тему продолжительности. Это, наверное, вечная тема. Еще вижу вопрос по статистике. Есть ли возможность... Да, Виталий Станиславович, здесь, да, возможность, скорее всего, есть, но чтобы мне не вести власть в заблуждение, мне также нужно подключить моих коллег. Вы можете этот вопрос отправить в нашу службу поддержки, да. Сейчас я напишу электронный адрес. Да, то есть, вот касательно использования API, да, выгрузки, более детально как раз коллеги смогут пояснить. Обязательно напишите ваш вопрос, да, и, ну, то есть, в течение одних суток, как правило, вот коллеги всегда отвечают. Да, вижу еще вопросы, как часто надо отвечать, если я все правильно понимаю, на те вопросы, которые возникают у слушателей курса. Ну, здесь, да, конечно, идеальный вариант, если автор успевает отвечать раз, допустим, в день, да, в определенные часы. Также, ну, то есть, по-разному бывает. Вы можете сразу обозначить в курсе, да, в течение какого времени, например, раз в два дня готовы отвечать, да, для того, чтобы там не было каких-то обманутых ожиданий. Здесь, да, все индивидуально, у вас достаточно полная свобода действий, мы со стороны степик, да, авторов никак не ограничиваем. Вот, да, здесь по поводу допустима ли задержка в ответах, безусловно, она может быть, да, то есть, здесь просто вопрос, то есть, если вы заранее предупредили студентов, да, указали в описании курса, что автор будет отвечать на вопросы там раз в два дня или там раз в сутки, да, в такие-то часы, то здесь это будет принято абсолютно допустимо, поэтому, то есть, правила игры вы можете установить сами. Да, вот вижу, что продолжается дискуссия на тему продолжительности видео. Да, вот вижу вопрос от Марины Вячеславовны. Как обычно организуется коммуникация на степик, там, блог, письма и так далее? Как я уже говорила, то есть, под каждым шагом курса студенты могут оставлять вопросы, да, которые видят как автор, так и другие участники. Также в каждом курсе есть раздел новостей, через которые вы можете отправлять сообщения, да, слушателям ваших, учащимся ваших курсов. То есть, например, там, отправить им какую-то важную информацию или пригласить на какое-то оффлайн-мероприятие, да, или же обратить внимание на какой-то момент в курсе и так далее. Например, вы внесли какую-то правку, да, и хотите, чтобы все об этом узнали. То есть, получается, коммуникация через рассылки, через новости, а также форум, да, под каждым шагом, да, таким образом строится коммуникация на степике. Да, вопрос от Софьи Владимировны. Договор с авторами тоже заключаете, да. Как я уже говорила, для оплатных курсов это оферта, да, для удобства, да, для того, чтобы не было там какого-то затянутого документа оборота, да, также для приватных курсов, да, то есть вы можете оплачивать автоматически на сайте, либо же, если готовы только вот с договором и оплатой по счету, тоже у нас есть макет договора, который мы отправляем, да, и заключаем по приватным курсам, да, с этими сложностей нет. Так, Максим, да, вот по поводу API, так, вот, да, Максим поясняет спасибо еще раз, да, но в любом случае также Виталий Станиславович можете и коллегам саппорт написать, да, возможно, они что-то добавят еще по поводу использования API, ну, в вашем случае, да. Я вижу, что вопросы закончились, время 13.07, постаралась уложиться в час, да, чтобы вас сильно не утомить, скажем, да. Да, большое спасибо за такую активность и ждем вас на степике, да, как будем рады видеть вас как автором открытого курса, либо приватного, либо платного, и, конечно, мы всегда рады видеть вас в числе учащихся. Да, курсов на степик много, постоянно появляются новые интересные, поэтому присоединяйтесь, да, как я уже говорила, если у вас возникнут какие-то вопросы, которые вы не успели задать или нужны дополнительные пояснения, пишите мне на электронную почту, а также вот по ссылке, которую я отправляла, есть, да, все дополнительные полезные материалы, и выше отправляла ссылку на свой Facebook. Пожалуйста, пишите, задавайте вопросы, буду отвечать, помогать. Спасибо вам еще раз за вашу активность. Спасибо за добрые слова, очень приятно. Да, тогда будем прощаться. Павел Юрьевич. Дорогие друзья, спасибо за участие в данном мероприятии. Сегодня был, как всегда, вообще хочу отметить, что мероприятия степика всегда вызывают бурные обсуждения, в частности из-за того, что в чате кто-то обязательно, кроме спикера, присутствует. Это очень интересный способ, и надо бы мне его перенять как-то тоже. Юля, огромное спасибо за проведенный вебинар. Очень информативно, сжато, все очень хорошо. Люблю компанию Stepik, буду ее приглашать. И дальше. Спасибо. Вот, коллеги, я надеюсь, что вы получили информацию. Вот Юля очень удачно ее сформулировала в виде ссылки. Я себе эту ссылку тоже сохранил на будущее. Вот. Да, будут от, Максим, точно от Stepik еще вебинары. У нас, как я уже говорил, сейчас я посмотрю, доступна ли эта ссылка наверху. Или еще раз ее надо дать. Да, она еще, по-моему, доступна. Перемотайте наверх. И ссылка на вебинар 20-го числа Натальи Феофановой. Это третий и пока последний вебинар от компании Stepik в этом году. Но в будущем году у нас сейчас выступит еще присутствующий здесь Максим Скрябин. Ну, правда, у него тема не совсем степиковская, но он тоже активный степиковец. Не могу сформулировать. Степиковец. Он очень разносторонний. Да, так что на его вебинар все равно приглашаю. Будет там о степике или нет, не знаю, но тоже обязательно приходите. У него тоже интересно. Он состоится, если не изменяет память, в феврале. Может, в январе, не помню. Но найдете в расписании. Пока еще рано анонсировать. Вот, коллеги, все, спасибо вам большое. Встретимся на наших следующих вебинарах. Напоминаю, что Директ Академия – это вебинар каждый день. Ну, а 20-го все на вебинар, последний вебинар с Тепика. Всего хорошего. Всего хорошего.